Галина Коваленко, жительница города Северодонецка Луганской области, я знакома давно. В городе, в котором она родилась, её называют местным уникумом мирового масштаба. В Северодонецкой Венера-Милоская, Мадонны с руками младенца. Как бы ни говорили об этой удивительной женщине, я твёрдо убеждена, каждый день её прожитой жизни — это подвиг, подвиг высокой пробы. Журналистская встреча с Галиной Николаевной и её мужем Виталием Викторовичем состоялась в актовом зале школы, в которой когда-то училась Галина. Виталий, инженер-технолог по образованию, не владея музыкальной грамотой специально для Гали, по слуху, подобрал её любимую лунную сонату. Со звуками аккордов от этой счастливой пары шли такие положительные энергетические волны, что я получила приятный душевный подъём. В таком состоянии вот уже 22 года живёт рядом с любимой женщиной Виталием. Что в вашей жизни было больше хорошего или плохого? Конечно, хорошего. Калина, вы их расскажете. Я вообще сказала, для меня всё хорошо было все 22 года. И ещё бы столько трижды, чтобы было вот так вот. Даже лучше можно. Но некуда. Но некуда. Виталий, я знаю, что Галина во многом вас вдохновляет. Вы играете на фортепиано, пишете картины. Скажите, она для вас что, муза или нечто другое? Ну, наверное. Раз вдохновляет, значит, а муза только может вдохновлять. Вдохновляется от того, что, ну, то, что ему интересно, именно от того, что ему интересно. И вот он это и делает. Музыкой занялся, вот не имея музыкального образования, сам выучил ноты. И у него очень много уже произведений, которые он играет. Вот. И рисует он замечательно. Я у него просто беру энергию, которая у него есть. Причём у него энергии очень много. Энергия такая хорошая, положительная. И вот заряд такой... Энергия, которая бьёт ключом. Да, вот этот заряд я получаю. Потом, конечно, там, даже мне нужно для работы. У Галины красивое аристократическое лицо. На давних фотографиях она похожа на кинозвезду. А родилась в один день с Маргарет Тэтчер. Такая женщина просто не может не быть сильной. И она сильная. Звёзды в час её рождения сплели сетку отрицательных аспектов. Галина родилась с пролечом верхних и нижних конечностей. Вследствие перенесённого гриппа во время беременности её мамы Валентины Захаровны. После продолжительных операций функцию ног удалось восстановить. А вот руки... Увы. Но вопреки трагической судьбе Галина научилась обходиться без рук, твёрдо стоять на земле, мерясь с нетоджественностью души и тела. Благодарю судьбу и ей молюсь тайком, что не осталась я обиженным цветком, говорит Галина. Вашим способностям всё делать ногами не просто можно удивляться, восхищаться, надо приходить в недоумение. А вот скажите, как Вы это достигли? Очень просто. Даже не задумываясь, это произошло непроизвольно. Маленький ребёнок, как всегда, тянется к игрушке. Ну вот руки не могли, а значит пошли ноги. Вот так постепенно и всё приходило с навыком. Так даже работать по дому, почистить, почикать. Так же, как и маленькая дочка захочет помочь маме, у неё даже в руках картошка может выпадать или ещё что-то сложно. То есть пока я не приобрела навык в этом. А так, в принципе, всё легко, я даже не задумываюсь. А вот когда мы с Виталём вместе стали жить, да, познакомились, объединились, вот, он зачастую бывал так галко, ты мне подай там, пожалуйста, тату. Ой, прости, пожалуйста. Я вот так привык к этому. Ага, вот он, ой, прости, говорит, я забыла. А сначала было неудачно. Я говорю, и не надо, говорю, и помнить. Он просто даже, даже у него в мыслях не было, что вот я там не могу, что меня не надо просить, мне это сложнее или там ещё что-то. Вот, а мне наоборот это как-то импонировало, что я вот могла. Да, мне поражают. Меня попросили помочь, а я вот, я, я могу помочь, я могу сделать. Она может всё, что могу делать я. Это вообще, это, ты к этому так привыкаешь, даже уже не обращаешь внимания, и вот смотришь на неё вообще как на человека абсолютно без этих посторонних комплексов. Галина, а когда Вы готовились стать мамой, были какие-то сложности, трудности? Женщина в положении, это же очень сложно, и как вот Вы в этой ситуации себя чувствовали? А никаких осложнений, никаких трудностей не было, кроме как общения с врачами. Вот, не сказали, не пришли вовремя, а вот вдруг такой ребёнок, как Вы, и всё такое прочее. Врач, который принимал моего ребёнка, жил у меня в общежитии. Оказалось так, что он принимал ребёнка, а потом его жена, с которой я их познакомила, учила моего Дениса с первого класса. Галина закончила обычную школу, затем педагогическое училище. После окончания работала воспитателем-педагогом в заводском общежитии. В то время местная пресса писала о ней, как о человеке, покорившем город. Хрупкая, молодая, да ещё с физическим недостатком обречённая на беспомощность девчонка, смогла вывести общежитие на образцово-показательный уровень. С её приходом в общежитие закипела интересная жизнь. Своим оптимизмом Галина заводила всех. Конкурсы художественной самодеятельности, викторины, весёлые боевые турниры «А ну-ка, парни!», искромётные вечера «Дни именинника», сердечные вечера «Будем знакомы!», поэтические и песенные посиделки, предсвадебные мальчишники, незабываемые проводы в армию и даже встречи с иностранными гостями. Каждое мероприятие, организованное Галиной, венчалось теплотой и было пронизано духом настоящего праздника. За свою работу она имеет много наград. В то далёкое время общежитие химической промышленности, в котором работала наша героиня, было единственным, работник которого Галина Коваленко была удостоена почётной грамоты ЦК ВЛКСМ Украины. В годы перестройки Галина продолжила работу воспитателя-педагога в системе профтехобразования. В общежитии, в котором проживали дети-сироты, Галина Николаевна окружила своих воспитанников материнской заботой и любовью.